В эти минуты в Германии проходит уже 15-е по счету заседание контактной группы по обороне Украины. На встрече присутствует министр обороны Шаллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальника штабов ШАМ Марк Милли и новый министр обороны Украины Рустам Умеров. Там на месте сейчас работает наш корреспондент Виталий Сизов. Виталий, здравствуйте. Расскажите, что известно на эту минуту, какие насущные потребности Украины будут обсуждать наши союзники и есть ли повод для оптимизма? Добрый день. Вопросы все те же. Это поставка амуниции, боеприпасов. Главная задача, как говорил не на этом заседании, но накануне глава НАТО Йенс Столтенберг, главное обеспечить, чтобы все имеющееся у Украины оружие работало нормально, были запчасти, логистика была обеспечена. Вот это одна из самых главных задач. Также говорили о противовоздушной обороне и в более широком контексте, так как противовоздушная оборона Украины защищает не только украинскую территорию, не только инфраструктуру. А этот вопрос еще более острый в связи с тем, что при ближайшем сезону, естественно, ожидаются, что Россия может снова в атаке на энергетические объекты. Но также украинское ПВО защищает экспорт. Лоид Остин сказал, что за последние несколько месяцев Россия уничтожила вследствие этого количества, чтобы весь год 10 миллионов людей, самых нуждающихся в мире. И поэтому необходимо укреплять, и союзники сейчас этим занимаются, именно это направление. Также вот буквально недавно было подписано соглашение между Нидерландами, между Чехией и Данией о поставке бронированной техники. Речь идет, в первую очередь, о танках Т-72, то есть их будут восстанавливать и отправлять в Украину. И 15 из них уже в ближайшее время поступят в распоряжение украинских вооруженных сил. Была анонсирована передача танков «Абрамс» Украине. Это те танки, которые обещали передать, и сказали, что в ближайшее время, решение уже принято, они отправятся на территорию Украины. Всего же, Лоид Остин сказал, союзники из США уже предоставили помощи Украине на сумму более 76 миллиардов долларов. Речь идет непосредственно об оборонной помощи, о помощи в сфере безопасности. Студия. Что ж, Виталий, спасибо. Будем ждать хороших новостей. И я думаю, у нас еще будет возможность с вами обсудить результаты заседания этого очередного уже 15-го по счету «Арамштайна». Что ж, танки «Абрамс» замечательно. Хотелось бы больше. Будем ждать, конечно, и в 16-х, и дальнобольные ракеты «Атакамс». Это все, что нам необходимо, чтобы приблизить нашу победу, победу Украины в этой несправедливой, неоправданной, жестокой войне, которую развязала против нашей стороны Россия. Спасибо. Виталий Сизов был с нами на связи.